На портал Гизгет поступил вопрос. Я вышел замуж за крещеного, но не верующего человека. Понимала, что это не совсем правильно. На тот момент подумала, что он хотя бы крещеный. И на том, спасибо. Года через два узнала о канонах, которые утверждают, что подобные браки незаконны. В связи с этим у меня возникают вопросы. Первый, мне теперь надо разводиться с мужем. Второй, меня должны отлучить от церкви. Ну, ни первого, ни второго не надо делать. Поскольку, судя по всему, вы были сами недостаточно церковным человеком и не всё сдали, не всё понимали, не всё чувствовали, самое главное, то, ну, вот, вы, так сказать, вышли замуж, расписались. И, ну, живёте с мужем. Может, у вас уже дети есть. А если вы были по-настоящему верующим, вы, конечно, бы, ну, за неверующий просто не вышли бы. Это для вас было бы, ну, нельзя. Вы бы это чувствовали сразу. Ну, вот вы были на тот момент, наверное, не очень человеком верующим, как я сказал. А сейчас, вот, возможно, у вас как-то вы больше о духовной жизни задумались в связи с жизненным опытом каким-то. Но, знаете, у апостола есть прямое указание, что если муж неверный, согласен с женой верной, ну, или наоборот, жена неверная согласна с мужем верной, неверная согласна с мужем верной. Но тут имеется верный не в плане там измена, а в плане веры в Бога. То тогда они должны быть жить вместе. Жить, рожать детей. Ну, вот, возможно, сделать такую ошибку, конечно. И, ну, да, вы, может, будете от этого иметь какие-то неприятные моменты в жизни. Особенно, с помощью церкови, сходить в церковь. Ну, что же делать? Вот у вас уже брак есть, уже муж есть. Единственное, что, вот я из опыта знаю, как священник, что жены своим добрым житием, когда они скандали с мужьями, там поклонники каждой всякой ерунде, а так как-то смиряются и особенно молятся за них, то вот таким вот добрым житием и молитвой эти жены, многие жены, мои знакомые, приобрели своих мужей для церкви. То есть мужья сейчас прихожане храма. И даже бывают более активные прихожане, более такие активные верующие жены, которые их в церковь привели. Но вот это таким путем. То есть спорить здесь бесполезно. Бог, он не доказывается, показывается. Бог не доказывается, показывается. Надо показать Богу через свое хорошее христианское житие. Кстати, указания у апостолов тоже есть. Это самая эффективная мера и возможная мера для того, чтобы ваша семья состоялась не только в таком аспекте, как совместного сожительства, но и в духовном аспекте. А так, знаете, вашим мужем, наверное, есть много хороших качеств. Надо на них посмотреть. Эти качества, может быть, прям даже не надо совпадать с христианскими добродетелями. Поэтому тут не надо отчаиваться. Не надо, так сказать, думать, что вот так все и ничего хорошего не будет. Ничего подобного. Может даже много чего хорошего быть. И еще тут единый момент есть, которым тоже надо избегать. Знаете, вы были, допустим, влюблены в него пару лет назад. Сейчас стали жить. Понятно, что стали друг друга узнавать лучше. Увидели друг друга недостатки. Иногда в таких ситуациях человек ищет повода, о чем бы не развестись. Как-то он мне уже не так нравится, как два года назад. Это уже, знаете, нельзя использовать какие-то духовные принципы, принципы для оправдания своего развода, своей нелюбви. Поэтому вот здесь тоже надо посмотреть себе. Если это есть, то это надо бросить. Потому что это, конечно, не христианский такой момент. Это повторение нелюбови. Так что живите, молитесь. Вот Господь, если что доброе вашему мужу есть, он за этот уцепится, его вытащит из его такой вот нехристианской жизни. А то, что у него что-то доброе есть, но вы же из него замуж-то вышли, наверное, что-то уже не за злочек выходили, за доброго. Как вам, по крайней мере, так казалось. Значит, вот есть надежда, что... Слушай, вы увидели, то тем не менее Бог это видит. И он может вот человека тоже спасти. В том числе с вашей помощью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...